. А можете в двух словах пояснить, почему если мы схлопнем по какому-то В-демсину к демсину меньше, чем Омега большого? Почему, в случае, мы схлопнем Омега большого и счётную мощность? А, ну, потому что если мы схлопнем Омега большой и счётную мощность, то это значит, что у нас будет отображение из омега маленького Омега большое, а это отображение, в свою очередь, у нас появится ещё, когда мы схлопывали в счётную мощность некоторый меньший ординал, ну, что, значит, ограничение фильтра на схлопывание меньшего ординала. А после этого мы говорим, что тогда, ну, это эквивалентно, то есть, тогда можно было просто слопнуть один единственный ординал, причём, честно, меньше, чем Омега большое, а, а тогда, а тогда, что у нас дальше происходило. Нет, ну, а дальше просто, что если нам достаточно слопнуть, ну, некоторые, понятно, если нам достаточно слопнуть некоторый, ну, маленький ординал, чтобы уже получить счётность Омега большое, ну, там, которая лежит недостижимо выше. Ну, сейчас, кстати, я так сходу не скажу, конечно, так-то совсем это аккуратно доводить, потому что... Я именно в этом месте. Нет, потому что, ну, по сути, произойдёт следующее, что когда мы добавляем, что когда мы слопаем какой-то ординал, то мы добавляем некоторое, ну, что у нас есть некоторое множество равномочное на самом деле этому ординалу. Ну, вот, собственно, если мы рассматриваем все фрагменты и конечные отображения из Омеги, ну, конечные фрагменты из Омеги в этот ординал, то в реальности это равномочное этому же самому ординалу. Ну, бесконечная мощность, там, конечная декартовая произведение бесконечной мощности равны ей самой. Ну, они объединяются в счётном количестве, от чего мощность тоже не изменяется. Поэтому мы добавляем некоторое подмножество чего-то равномочного в этому ординалу. Что, конечно, лежит в... Ну, то есть, на самом деле, ну, в каком смысле мы добавляем множество, которое просто по мощности лежит недостяжимо ниже Омеги большого. Ну, а дальше, дальше можно смотреть, что мы в какой момент добавляем. Ну, и... Ну, просто оказывается, что у нас в любом случае по мощности всё продолжает лежать. ниже Омеги большого. Ну, что можно, грубо говоря, можно внизу сказать, что вот у нас имеется некоторое множество, просто, ну, Если мы возьмём множество всех подможеств, опять же, мы можем рассматривать, смотреть и говорить, что тогда это должно вкладываться во что-то, что меньше по мощности, чем объект большое. То есть, если мы добавляем какое-то множество, которое меньше, вклады, которые объекты достижимы, то, значит, конечная формула мы можем сделать множество, и мы можем получить не достижение. Да. А так мы добавляем всё, что получается, конечно, в формуле. В конце своему лекции мы строим множество и все. Сейчас. Поздравляю. Вот тот же факт мы доказывали, то есть, в том же месте как мы видим, и этот вопрос мы строим множество целей. Да, когда мы говорим, что любое отображение из Омеги в Ординалу лежит уже на каком-то уровне конкретном. Да. Так, хорошо. Да. Мы там чего только не строили. Xen. А, сейчас, сейчас, сейчас. Я что-то там назвал Xen, да? Ага. Могут быть, конечно. Сейчас, ну, по сути, мы там строили просто максимальное, по-моему, несовместимое множество определяющих фрагментов. А это F. Это F. А это F. А Xen, оно было... Сейчас, оно появилось до или после? После. 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 Да, но после. Я не сильно немножко. Так, хорошо. Давайте смотреть. Дальше мы там рассматривали... Дальше мы рассматривали для какого-нибудь по 0, множество несовместимых с ним фрагментов, а также совместных определяющих F. Оттенны больше чего-то из F. Так сказать, может быть, и Xen. Это Xen. Ага, да. Почему оно плотно? Почему оно плотно? Потому что мы говорили следующее. Мы говорили, что у нас должен быть фрагмент, который не совместен... Ну, он... Если есть такой фрагмент, он либо не совместен, либо совместен. То есть замок вверхе готова. Да. Да. Если вы видите, если он несовместен с F... Ну... Каждый конкретный фрагмент нам надо что-то продолжить. Фрагмент может быть либо несовместен с F0, либо совместен с F0. Если он несовместен с F0, то он уже... Лежит в Xen, всё хорошо. Пусть он совместен с F0. Он либо определяет Fn, либо не определяет Fn. Ага. Если он не определяет Fn, то давайте он начнёт определять, мы его продолжим только вверх. Поэтому мы считаем, что он определяет его. Сейчас. Как его можно подключать сейчас? У нас имеется фрагмент, который не определяет Fn. Совместен с F0. Мы можем продолжить, чтобы он определял как-нибудь Fn. Другой конкретный вопрос. Куда он чего-то двигается? Мы же... Ну, там есть, там, я не знаю, впечатление Fn равно 3. В данный момент он не вынуждает ни его, ни его отрицания, вероятно. Ну, то есть так, скажем аккуратно. Он, наверное, не вынуждает не все отрицания Fn равно чему-нибудь. Потому что если бы он вынуждал уже все отрицания Fn равно чему-нибудь, то у нас была бы грудь тоска. Потому что, вообще говоря, мы можем увеличить 2 миллиона. А раз так, то он не вынуждает какое-нибудь отрицание того, что Fn равно какому-то H. Допустим, продолжим этот вынуждающий Fn равно H. Ну, потому что раз он не вынуждает отрицания, значит, он продолжается до чего-то, что он вынуждает на фото на руках. Так, ну что мы говорим дальше? Теперь нам надо, чтобы он был больше чего-то из Fn. Ну, глядите, у нас есть фрагмент, в принципе, совместимый с Fn. Может ли он не продолжаться ни до чего больше у чего-то из Fn? Ну, давайте посмотрим. Пусть он не продолжается ни до чего больше у чего-то из Fn. По-русски это называется он не совместим с Fn. Ой, он не совместен с Fn. Конечно. Если он не совместен с Fn, значит, он лучше. Пусть он не превратится из фрагментов. Чтобы он не превратится в фрагмент зуб. Сколько же мы можем сказать? Ну, это вот что-то здесь бывает. Пусть он не превратится в фрагмент. На восьмой акции у нас была большая теорема, была большая лева, поскольку почти сразу же стояла большая теорема. В этом большом времени мы еще не попросим. Такой абстракт находит право, если бы любого элемента GSP не может построить? Любого элемента GSP, ну да, да, конечно. Но это та самая конструкция, когда мы обсуждали, почему вообще хоть что-то существует. Да. Так, значит, вот такой вопрос. Мы строили сигму, это P1, это множество по элементам, без А бесконечности. Да. Я не смогла разобраться, мы уверяли, что... Чем будет сигма? Любой фильтр сигма пересекается... Сейчас. Видимо, пересечение любого фильтра сигма является... Любого фильтра P1 сигма является фильтром сигма. С точки зрения внутри сигмы, да. Да, вот это. Почему с каждым плотным пересекается? Смотрите, если у нас имеется что-нибудь плотное сигма... Надо вспомнить... Так, сейчас... ...воткрыть уже определение аккуратно. Идея была следующая. Сейчас у нас есть плотное сигма, то нет, если сечься с ним, это тоже проблема. Давайте вспомнить сигму в точность, потому что здесь явно это используется деталь. Ну, уберем. Сейчас. Да. Т. 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 Ну, вот это... Плотные продолжают быть плотными в самом сигме. Это понятно. Да, пусть у нас имеются некоторые плотные Х. У нас там имеются некоторые исходные имеющиеся конкретные С. Правда же? у нас у нас же там что было у нас же было что у нас есть некоторое множество ординалов с которого все началось где мы используем здесь сейчас нет вопрос нам как полезно под факт что у нас вообще все элементы ну что элементы с легко переносится между моделью тоже зажигал спадать ага есть не вагон есть может там сейчас я подумал еще а ну глядите рассмотрим вот у нас имеется некоторое исходное с имеет плотное множество x каким-то образом определено через с правда у нас же все вообще происходит на дематес ну у нас сейчас интересует ситуация на дематес сигма это множество элементов внутри аматес так как у нас сигма лежит внутри аматес то что мы дальше говорим вот у нас имеется вот у нас имеется определение нашего плотного x через а сейчас что-то через что-то должно быть в любом случае угрожаться через это сейчас что мы хотим мы хотим сказать что у нас имеется с внутри ф1 мы хотим сказать что у нас расширение по да нет а а а а а а а м уже строй внутри м а Хорошо. Что это такое S0? S0? Анну. Хорошо, что такое Анну. А, нет, S0 происходит следующее, глядите. Да, у нас есть следующая история. Так как мы работаем в некоторых... Да, понятно что такое S0. Когда мы работаем в некоторой модели, мы говорим, что S лежит в M от F1. А после этого мы говорим, что тогда S выражается через F1. А после этого мы можем сказать такую вещь, что у нас, вообще говоря, имеются некоторые свойства S, которые нас могли бы интересовать. И они вынуждаются такими-то свойствами F1. Ну, что содержит и что не содержит F1. А дальше мы говорим, что... Ну, мы можем зафиксировать, что вот у нас есть наша исходная S0. И мы можем говорить, ну да, мы можем разные свойства писать, что там, что на конкретном элементе включение его в S0. И что вынуждает, что в S реально лежит тот элемент, который в нем лежит. То есть, что вынуждает, что X принадлежит S одновременно с X принадлежит исходной основе. Так. Что значит вынуждает? У нас имеется понятие вынуждения для расширения. То есть, элемент, включение в которого фильтр достаточный для того, чтобы... Фильтр? Какой фильтр? F1. Угу. То есть, мы сейчас F1 двигаем? Ну... Сейчас. Вроде бы да. Сейчас. Но S0 это понимает, что F1, нет? Сейчас. Эм. С0 это элемент МР. Одинка, нет? Сейчас. Эм... Так. Давайте посмотрим. Сейчас. Внутри тонкости. Мы хотим сказать, что S0... Это почему-то не будет. А то и нет. Через гамма, а, ну, через G большое, ну, ну, так, сейчас, это кажется, что я в некоторый момент спереди не подавал на святение, в котором G означало две разных вещи. Сейчас проверю. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. У нас имеется исходный фильтр. Мы, мне кажется, говорили про то, что, нам кажется, реально нам было то, что наш именно конкретный исходный фильтр EJ, который является декабрным произведением M1 и M2, что вот он является фильтром общего положения на C. И вот этот объект, который нам нужен для того, чтобы всё, включая саму Сигму, построить, он обладает некими свойствами, например, является фильтром общего положения на C. Мне кажется, да. Возможно. Да. Давайте перейдёмся к этому вопросу. Нет, я к тому, что мы не доказываем то, что у нас любое что... То есть, сначала мы не хотим сразу, что у нас любой фильтр общего положения является в общем, положение на Сигму. Вадим, конечно, тот самый Ж. Тот самый Ж, так как Сигма, это на самом деле множество того, что... Ну, на самом деле Сигма, это множество того, что не противоречит никаким фактам про эту конструкцию, которые нам нужны. То есть, это элементы, ну, более-менее элементы в нашем гигантном произведении фильтров, частично боященных множеств, которые можно безбоязненно брать. И мы говорили, что наш фильтр исходный вложен в Сигму, потому что иначе у нас было бы вынуждено неверное утверждение им, а неверное утверждение про С. Сигма лежит в фильтре, то расширение по экскурсу этому фильтру. Хорошо. Что мы расширяем по этому фильтру Ж? По фильтру Ж мы расширяем М. М. Хорошо. Значит, А0 лежит в М, правильно, а не в М от С. Сейчас, еще сейчас. Каждый элемент А0 лежит безусловно в М, но вообще говоря, все А0 целиком не может более-менее, ну там… Не может лежать. Не может лежать в Р. А почему в АМАТЭС оно лежит? АМАТЭС оно лежит по следующей причине, что внуждение само по себе выразимо в базовой модели, а поэтому если мы подберем какой-то элемент, то проверить утверждение, что П вынуждает ложное утверждение, мы можем. Но для этого мы должны понять, ложное ли утверждение. А если у нас есть С, то проверить утверждение о том, что лежит ли на самом деле какой-то артенал в С, мы можем. Если у нас есть С, то мы с одной стороны можем, во-первых, сказать какую-то, ну там, некоторую оценку сверху на лежащую в С артеналу, можем сделать. И тогда у нас получится, что у нас вообще имеется некоторое множество артеналов, заслуживающих рассмотрения, причем это множество даже просто в М, множество – это просто конкретный артенал. После этого, когда мы хотим проверить, лежит ли П в А0, что такое П лежит, а принадлежит А0. П вынуждает неверное утверждение про принадлежность артенала С. То, когда мы хотим проверить, про конкретный П лежит ли он в А0, это легко проверить, конечно, вынуждает ли конкретное П принадлежность ХАС или нет принадлежности ХАС. Но в базовой модели мы можем проверить, вынуждается ли некоторое утверждение, но мы не можем проверить, истинно ли оно. а с другой стороны, ну, с точки зрения, что, собственно, истинно или не истинно, это зависит от того, какой именно мы взяли фильтр, соответственно, и какой именно С. А после того, в М от С же, с другой стороны, мы можем про каждое утверждение типа Х принадлежит С говорить истинно или ложь, а после этого мы можем легко написать в А0, ой, про П можем сказать, существует такой ординал из, ну, нет, вообще существует такой ординал, что Х, что Х принадлежит С, а при этом Б вынуждает Х не принадлежит С или наоборот. Хорошо. Я поняла кое-что из того, что вы сказали, и это меня убедило. А теперь давайте продолжим. Вы говорили про... То есть, какое утверждение мы дальше будем доказывать? Для любого фильтра или типа для конкретного G? Ну, кажется, просто для конкретного G. Для конкретного G. И G это... А, G это будет... G это тот самый фильтр, с расширением по которому построена самая расширенная модель, в которой выбрана S. Сейчас, почему такое существует? Почему G существует? Нет, мне кажется, вы не понимаете порядок действий. Порядок действий следующего... Что? На Декарту. На Декарту. На Декарту. У нас есть Декартовое произведение двух чумов. У нас есть Декартовое произведение двух чумов, после чего мы берем фильтр, раскладываем его в Декартовое произведение, и в М от F1 находим S. Хорошо. Значит, G есть. А теперь мы хотим сказать, что это g лежит в σ, ну потому что σ это более-менее любой элемент не из σ, ну вынуждает что-то несовместимое с моральным обликом g. А после этого мы говорим следующее, что если у нас g лежит в σ, то мы хотим проверить, что он в фиге тогда, что он пристает в любом клубном x. Ну хорошо, у нас есть вот наше исходное s, ну там s0, оно каким-то образом определимо через g, потому что иначе как бы оно лежало в m от f1. Дальше, давайте рассмотрим это определение. Кроме того, плотное, мы работали в m от s, σ лежит в m от s, и нас интересует плотное с точки зрения m от s множество. Таким образом, x определим через s. Вот взятый нами реальный x0 определим через s0. Мы работали в m от s, когда строили σ. Плотность нас интересует опять же с точки зрения m от s. А поэтому у нас фильтр... Сейчас. Поэтому плотное x определимо через s над m. Вот у нас имеется исходный g0, определенный через него s0, определенный через s0, x0. Что мы хотим теперь утверждать? Мы хотели бы, чтобы s0 было множеством ординала, а x0 при этом является, ну да, s корректно заданная, x единственным образом, то есть корректно опять же заданная, и вообще говоря, плотно в том, что построено, ну, по определению σ. Ну да, и не пересекается с g. Ну, давайте рассмотрим какой... Ну да, по предположению мы говорим, что это верно для нашего исходного g0, построенного по нему s0 и построенного по нему s0. Так? Давайте рассмотрим какой-то pfg0, который все это в великолепии вынуждает. То есть, если у нас имеется истинная формула, то ее вынуждает какой-то элемент. Так. В x0 просто по плотности исходного x0 есть какой-то больше, чем p, элемент q. Так? Ну, разумеется, он не обязан быть равен p, потому что p мы выбирали в g. g0, как вынуждающий. q тоже вынуждает все наше великолепие. О том, что s и x строятся, все корректно, x плотно, но уже с ней пересекается с x. Отлично. Вот у нас имеется q, который лежит в x0. Давайте теперь продолжим gq до фильтра под названием g3, лежащего внутри нашего исходного σ0. И это всегда возможно. Ну, просто потому что кто нам может вообще запретить продолжать элемент до фильтра, так? Да, это я уже спрашивала. Да. Поэтому мы продолжим кодо фильтра жащих, лежащего внутри σ0. Это всегда важно. Давайте теперь посмотрим на s' Почему он будет лежать в исходном σ? Нет, стоп, мы берем исходное σ, и в нем силовые элементы продолжаем. Согласна. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, что мы можем сказать про s' Заметим, что s' должно быть равно s0. Потому что если бы s' не равнялся с 0, то у нас вся эта конструкция внезапно лежала бы, ну, перекупалась бы с а0. Поэтому s' равняется с 0. Далее, x' Ну, на самом деле, x' будет равняться x0, потому что x' определен через s', которое равно x0, а x0, значит, так же, определен через s'0. Таким образом, x' равно x0. g' не может пересечься с x' бедолага. Потому что если бы у нас g' пересекалась с x', то чему бы это противоречило? Ну, g' содержит q, который нам обещал не пересекаться с... Сейчас... Да, ну просто потому что g' не может пересекаться с x', потому что g' содержит q, а q вынуждает, что g не пересекается с x. Кроме того, q принадлежит пересечению g' и x', потому что q принадлежит g' по построению, а x', а откуда, по-вашему, взялось q? Мы продолжали, p, до q, лежащего в x'. В этом месте у нас приучаются проблемы, потому что мы только что явно указали элемент, лежащий в пустом пересечении. Спасибо. Так, дальше. Дальше мы показываем, что σ' и заморка, видимо, и заморка, как часто, что порядочное множество, p' альфа' штрих. Да... Что такое p' альфа' штрих? С нижним языком альфа. А, ну, рядом, естественно, штрихи... Мы забыли старое значение штриха, а p' альфа' штрих, это мы берем p' альфа' старое наше, схлопывание альфа, и мы говорим, а давайте у нас долгосопределение будет всегда начальный отрезок. Ну, вот, два фрагмента хорошие, которые не просто конечные, а которые определены на начальном отрезке омеги. И это будет неожиданность. Ага. Если фрагмент маленький, то фрагмент большой. А кому-то доказываем, что и заморка? Можете вкратить? Те. Тут кому-то и заморка, да? Мы говорим, что в модели МАТС существует изоморфизм σ' и p' альфа' штрих. Хых, ну хорошо. Ну, глядите, давайте так. Заметим, что с точки зрения изоморфизма, для изоморфизма наборов фрагментов с порядком по включению, ну или что же самое, продолжение, достаточно равномощности областей значения. Потому что, если у нас есть взаимоднозначное отображение, заметим, что фрагменты ничем кроме, там, никакой структуры на области значений фрагменты не пользуются. Хорошо. Теперь, глядите, наше множество p1, пара фрагментов с областями определения в виде одинаковых начальных отрезков ω, позволяет нам рассмотреть для каждой пары фрагментов множество всех продолжений, ну, на еще одно значение аргумента. Так как вторую компоненту фрагментов σ можно свободно менять, то мощность продолжений внутри σ будет между α, что задано потому, что вторую компоненту можно же как-то менять свободно, и α на α. Ну, просто потому, что мы продолжаем на два элемента α, явно же не больше, чем на все возможности. То есть, ну, из бесконечности α это означает, что мощность продолжений на один шаг равна мощности α. Потому что мы зажали это между α и декабртом квадратом α, что равномощно α. Обозначим теперь соответствие для фрагмента π как ψ с нижним индексом π. Ну, с нижним индексом π. Ну, соответствие в смысле, что нумерацию продолжений на один шаг равна при σ с помощью элементов α. Но каждый фрагмент конечной длины описывается как пустой фрагмент, который нужное количество раз продолжили. Потому что, ну, когда мы берем фрагмент конечной длины, мы убираем первый шаг, второй шаг, третий шаг и так далее. И далее мы заметим, что мы получили. Мы получили, что мы сопоставили всем элементам σ последовательности фрагментов α. Ну, там, конечные последовательности фрагментов α. Ну, а что это означает? Мы сказали, что σ изоморфно π' α. То есть, отображение из α в α определенном начальном отрезке α. То есть, так как мы сопоставили каждому элементу σ последовательности α, который нумерал, как его надо было продолжать из пустого фрагмента, то мы получили изоморфин, собственно, с π' α. И это отображение мы назовем σ. Су. Я даже... Офрагмент. Офрагмент зрения с злоупотребления. Офрагмент зрения с злоупотребления, что нам достаточно всего лишь обновленность. Девятая лекция. Да. Значит, у вас было значение поэзимодельного. Можно про него подробнее, что угодно? Раньше я умудрялся отвечать на вопросы, не открывая конспекты своих, но тогда вопросы все формулировались не в терминах обозначениях, а в терминах, раз был какой-то факт, с вопросами по факту я еще как-то отбивался, но этот вопрос расформулировал как обозначение. Я стараюсь опираться на факт, но сейчас не получается. Что было хадировано. А, хадирование всего. Это ограничение на квантеры. У нас будет описание с одним квантером всеобщности по последовательности, а все остальные квантеры... Я, значит, поняла, как можно докодировать болельское множество. Да. Видите, P1-1, P1-1, это свойство формулы, быть в P1-1. P1-1, это микромножество формул, предикатор формул. И P1-1, это ограничение на использование квантеров. У нас должен быть один квантер всеобщности по множеству, почему-то большому, а все остальные квантеры должны быть только по натуральным чиселам, то есть почему-то очень обозримы. А что здесь вообще происходит? Вот мы, значит, закодировали любое параметическое множество, значит, в счетной последовательности у ранних чисел, правильно? Да. Счетной с точки зрения... Мы хотим, нет, ну как, мы хотим в этом кодирование... Счетной с амудройной точки зрения? То есть, модель какой-то еще отжима. Ну, счетной, конечно, с амудройной точки зрения. А мы потом еще будем, значит, модель расширять, и будем говорить, что все, что было накодировано внутри, принесется во внешние. И, значит, этот факт мы сейчас и будем пытаться показать, да, через P1.1? Да. Хорошо. P1.1, это просто, ну, набор, ну, притекает на формулу, то есть набор правил. P1.1 говорит нам, что мы имеем право использовать ровно один квантер всеобщности, но квантер – один квантер всеобщности по какому-то, ну, по большому объекту, по последовательности, например. Да. Ну, в данном случае, нам достаточно по последовательности натуральных чисел. А кроме того, мы имеем право использовать любое количество квантеров по чему-то маленькому, то есть по натуральным числам. Ну, что то же самое, по натуральным числам, значит, мы можем там, в частности, использовать разумно, там, как любое количество квантеров по конечным последовательности натуральных числам. А вот по бесконечным последовательности мы имеем право использовать только один квантер. И он должен быть всеобщностью. Ну, собственно, да. И дальше, ну, дальше мы там говорим, что у нас имеется... Ну, что мы определяем, как по числу и боррель, и коду. Ну, во-первых, определить любой кусочек определения. Ну, то есть код – это же некоторая формальная сущность для обозначения определения боррельского множества. Это объединение таких-то, дополнение таких-то, таких-то интервалчиков. Сейчас код – это счетное число натуральных чисел. Да. То есть, отображение натуральных числ натуральных числ. Что, у нас имеется код. А, значит, второй параметр – n. И вы в какой-то момент говорите, что... Вы говорите про фи альфа n? Да. Вы сейчас неправильно говорите? Я сейчас. Фи альфа n – дешифа. Это у нас только что сказали про это. Нет, когда у нас имеется некоторый ход, то фи альфа n позволяет нам по вот этой вот последовательности и конечному списку номеров множеств сказать, что вот мы берем нашу последовательность, она является определением боррельского множества, мы вот берем там, смотрим на первый элемент последовательности конечного набора натуральных чисел, допустим, он дар 3. Значит, мы берем первый аргумент нашего определения. нашего определения. У нас же каждая операция это либо объединение, либо дополнение, либо просто взятие этого интервала. n это вектор? n мы представляем как вектор, да. Второй элемент. Так. И это... Представляется, что это мы можем как-то очень легко построить. Ну да. Ну и дальше мы говорим какие-то хорошие свойства, что там, что корректности, что принадлежность. Это... Ну да, непонятно, опять же, легко или нелегко, но ясно, что это некоторые ну там, рекурсивные конструкции, которые... Ну... Мы, кажется, даже ее как-то немножко разбирали. Мы там строили это определение, как мы это делали с помощью только конечных списков. Ну, что более-менее у нас преобразование номеров можно его хранить в качестве просто там, я не знаю, ostучно на программ на языке Паскайт. И, что мы просто показывали, что можно переписывать на ходу это преобразование номеров. А... Мы говорили после этого, что у нас есть программа, переписывающая номера, после этого если у нас есть последовательность программа переписывающие номера этого нам хватает того чтобы по любому номеру определить что стоит переписан но после переписывания у нас это наша последовательность у нас мы хранили функцию которая по номеру и имеет доступ к склонной последовательности выбирала нужный элемент из запаса из кусочка это мы просто явно не рекурсивно писали именно рекурсивно в стандартном смысле не в таком не трансвенитной рекурсе а просто как рекурсивную программу как же все таки мы будем устроить в расширенной модели нет так сказать после этого множество расширенной панели уже как раз понятно то есть это нам нужно было всего лишь чтобы описать коды после этого мы говорили что и говорили что даже корректность а на самом деле даже и принадлежность и записались с точки зрения пи 1 1 а дальше мы говорили что хотели сказать что можно определять сложности равенства и это мы обсуждали с точки и мы говорили что в принципе это можно доказать с помощью большого мудрого факта что если есть пи 1 1 свойство последствий центральных чисел в любой позитивной модели каждая последовательность обладает им или нет одинаково с точки зрения внутри и с точки зрения снаружи ну если это последовательность лежащая по внутренней модели ну то есть пи 1 1 1 то есть один квантер существования по последовательности это что-то что переносится при расширении квадроизводительной модели нет а я после этого я это сказал что на это мы плюнем то есть у нас на полном фазе что нет нет я сказал что мы плюнем что мы с одной стороны сошлемся как на фаб а с другой стороны посмотрим во что это переводится для наших конкретных параллельских множеств и убедимся что для наших конкретных параллельских множеств это уже правдоподобно ну то есть в общем случае этот факт мы не будем дохаживать а просто посмотрим на наши конкретные пи 1 1 свойства посмотрим на наши параллельские множества и поймем почему нам в это легко поверить ну потому что что нам надо понять понятно что баррельский нождок под модели переносится в большую модель, при этом содержание каждого конкретного числа х, который был уже в меньшей модели, очевидно переносится. Правда? Ну, потому что это конкретные сравнения. Ну, а с другой стороны, если у нас имеется сохранение... То есть, единственное, что не вполне очевидно переносится в ней, это сохранение понятия равенства для баррельских множеств. Потому что это же то же самое, что сохранение пустоты, кстати. Потому что разность легко определена. Но с другой стороны, чтобы понять, пусто ли баррельское множество, ну, грубо говоря, пустота баррельского множества, это на самом деле сводится к некоторому счётному количеству неравенств между рациональными числами. Ну, потому что, чтобы у нас был не пуст интервал, надо, чтобы один его конец был левее другого. Когда мы там смотрим на дополнение до, скажем, сейчас, ну да, когда мы смотрим на пересечение, то тут уже, ну да, возникает вопрос, что мы с чем пересекаем. Но с другой стороны, пересечение, пересечение интервалов, опять же, проверяется с помощью неравенств. Когда у нас пересекаются два объединения, или объединение с интервалом, то у нас просто по дистрибутивности мы можем сказать, что пересечение с объединением, это то же самое, что объединение и пересечение. Когда мы берём, там, пересекаемся с, когда мы пересекаемся с дополнением, ну, опять же, что для того, что если у нас есть пересечение с дополнением, то это сводится к тому, есть ли у нас, ну да, всю ли вещественную ось покрывает, там, у нас дополнение, то есть, которое является уже неравенением. Но, в общем, в любом случае, пустота параллельского множества, пустота или не пустота, зависит от того, верно ли некоторое счётное количество неравенств с рациональными числами, с конкретными рациональными числами. Ну, и с другой стороны, ну, и понятно, что если мы можем указать вот на пол, это самое, выделить ветку, что где у нас мы, это и самое неравенство, ну, тогда оно будет, тогда оно будет не пусто. Ну, а если оно будет уже, ну, понятно, да, если у нас имеются конкретные неравенства с конкретными рациональными числами, то тут уже, это уже более-менее противоподобно, что каждый из этих неравенств одновременно выполняется или не выполняется, и сверху из них. Ну, и, грубо говоря, можно выделить вообще все-все-все рациональные числа из нашего несчастного определения параллельского множества, и просто сказать, что попарные неравенства между ними одновременно сохраняются и не сохраняются. Ну, и заметить при этом, что это означает, собственно, сохранение или не сохранение попарных неравенств, то можно там, что, в принципе, просто эти самые неравенства, а также наше определение параллельского множества, по ним уже задается описание, как указать точку внутри. Ну, а поэтому и все это существует одновременно. Там можно сказать... Можно, конечно, можно, конечно, на разрешение сказать, что когда-то мы там строили простую и понятную модель, мы говорили, что наследство конечной множества моделируют с натуральными числами. Ну, когда мы говорили, что вот у нас есть элемент, который мы раскладываем в биты, и по номеру бита мы говорим, что мы с чем сравниваем. А когда мы по номерам битов принимаем решение, что мы с чем... Ну, какие элементы... Ну, понимаете, мы говорим не так. Каждый бит, в соответствии со своим номером сообщает, какие элементы лежат, какие не лежат. Помните, у нас была эта модель для... ну, совсем конечной теории новости. у нас там все множество были конечной, все было хорошо, было понятно, это укладывалось в С, потом... но это все ерунда. Потому что, вообще говоря, по такому построению модели несложно добиться каких-нибудь шизофренических эффектов. Например, можно построить модель, в которой у нас имеются не только конечные множества, но и... как раз бесконечные множества, в частности, даже множество вообще-то. То, что в этой модели будет соответствовать понятию множества всех множеств. на самом деле и, наверное, можно даже угадать, как, если сказать, чего можно построить, можно даже угадать, как. Что... Ну, мы говорим, что вот, смотрим на число, и... и... расписываем его на битые, и говорим, что если у него такие биты, то это одно, если такие, то другое. Но мы могли бы поступить как-нибудь циничнее. Например, мы могли бы взять, посмотреть на наше число, а... а дальше сказать, что если у него... что если у него последний... ну, расписать его как биты, а потом сказать, что последний бит мы отбросим и рассмотрим отдельно, а остальные сдвинем на единочку. Так. то есть, вместо того, что мы говорили, что... вместо того, что у нас было плоское представление, что это биты 0,1 и 2, вместо этого мы скажем, что это биты 0,1, некоторые специальные сигналы написаны. это злойка в нижнем унтосе. Обратите внимание, чтобы излайм этого выше, примерно где середина двойки. Все хорошо. Соответственно, мы могли бы вместо этого сказать, что это 0,1 бит, и некоторый специальный сигнальный бит. А да, мы после этого будем использовать сигнальный бит. Ну, понятно как. Жестоко и цинично. А в чем заключается жестоко и цинизм? Мы скажем, что наш сигнальный бит, если он 0, то все происходит по-старому. А вот если он случайно единица, то все происходит совсем иначе. А именно мы вместо множества рассматриваем дополнение. При этом обратите внимание, что если у нас есть конечное множество и ко-конечное множество, то их объединение и пересечение, ну, объединение будет ко-конечным, а пересечение будет конечным. То есть, самые простые операции у нас продолжат нормально работать. Хотя, конечно, уже даже для взятия множества всех подмножеств возникают там нетривиальные вопросы, а что у нас получается? Потому что если мы... Действительно, уже операция взятия множества всех подмножеств становится не столь проста. В том смысле, что, скажем так, что то, что мы с внешней точки зрения считаем множеством всех подмножеств, с точки зрения такой модели, ну, там, некоторые из подмножеств будут неопределены. Для бесконечных. Но с другой стороны, и с другой стороны, множество всех конечных... Сейчас. Множество всех конечных и ко-конечных подмножеств, даже такое множество с внешней точки зрения, все равно не будет определимым здесь. Кажется. Да. Но с другой стороны, всегда ли нам это надо? Иногда, когда мы хотим построить какую-нибудь сумасшедшую модель, можно даже попытаться обойтись без множества всех подмножеств. Но... Но это еще пол-дела. А настоящие издевательства над головным мозгом можно получить следующим образом. Если мы чисто формально скажем, а давайте мы отрезаем последний, будем не один бит, а два. Если предпоследний бит ноль, то мы будем работать вот под этим правилом, мы только со сдвигом на два бита. А вот если последний бит у нас... А вот если предпоследний бит один... Сейчас. Здесь надо брать еще больше битов. Да. А если битов меньше двух? Нет. Нуляминцы расширяются. Нуляминцы расширяются. Хорошо. Нет, нам надо с последнего бита чтобы отрезать переменное количество битов. А если же у нас бит... Здесь стоит единичка в последнем бите. Мы отрезаем. Здесь после этого еще один бит рассматриваем отдельно. А потом уже следующий бит объявляем сигнальным конечностью или поконечностью. А что мы делаем с этим битом? Если он ноль, то мы выделяем только из четных чисел, а если один, то только из нечетных. Зачем нам может понадобиться и захотеться делать такую странную вещь? Ну, во-первых, заметим, что все по-прежнему, что если мы рассматриваем, пересекаем множество, которое состоит только из четных чисел с чем-нибудь, то мы получаем только... только четные. Ну, что можно так аккуратно расписать кодирование, что у нас любые операции пересечения объединения будут коррестны. Но зачем нам может понадобиться выделить множество всех четных или множество всех нечетных? Ну, понятно, зачем. Потому что чему это соответствует с точки зрения нашей модели? Это можно добиться, что это с точки зрения нашей модели будет соответствовать множеству всех собственно всех конечных и множество всех коконечных множеств. Ну, то есть ну и на самом деле в принципе, если заниматься издевательствами на здравом смыслом, то эту конструкцию можно провернуть и взято в С. В взято в С есть хорошо определенное понятие пары, правда же? А что мы можем делать, когда у нас есть понятие пары? Мы можем сказать, что у нас мы можем определить новое понятие принадлежности. Мы говорим, что х принадлежит игреку. Если х принадлежит игреку, игрек штрих и игрек равно пара игрек штрих нот, или х не принадлежит игрек штрих, а игрек равно пара игрек штрих нот. Ну, то есть то же самое, что в принципе, если у нас есть какая-то модель взятов в С, можно на ней рассмотреть альтернативную, там, альтернативную, ну, можем на некоторое подмножество, ну, выкинув избыточные копии простого множества, можно на некоторое подмножество рассмотреть альтернативную конструкцию принадлежности. И после этого у нас получается, что из модели взятов в С легко получить некоторую странную, загадочную, пускай мы так, интерпретацию принадлежности, понятие принадлежности, в которой, тем не менее, легко и непринужденно возникает множество всех множеств, при том, что ничего такого сделать нельзя. Ах, да, по насчёт того, что, а можно ли вообще хоть что-нибудь разумное сделать в этой модели? Можно, например, сказать следующее, что, ну, например, так, что если мы можем доказать, что некоторое применение выделения задаёт в принципе, если начать изучать эту модель, то можно там по-разному определить, что вот такое, что такое там, хорошее, там, в каком-то смысле низшего типа множество, ну, то есть те, которые задаются как множество настоящей исходной модели, а не так дополнительные. И это можно определять там по-разному. Оказывается, что с одной стороны это означает, что у нас вам умножена не слишком большой мощности, а с другой стороны это означает, что, ну, действительно, что это получено вот таким образом. И, в принципе, там уже можно пытаться, например, доказывать, верно сильности этого, и, соответственно, понятно же, что, если у нас некоторым свойством, если все элементы, обладающие некоторым свойством, если их при этом оказывается мало, то тогда у нас будет существовать такое вот множество. ну, в самом смысле, что у нас будет класс, который маленький, когда у нас будет такое множество. ну, нет, это просто, это просто, скорее всего, тут даже я не говорю никаких слов, ну, никаких слов, типа аксиоматики, ну, кроме того, что у нас есть объединение и пересечение, но просто истерии, что почему у нас нет множества всех множеств, ну, вообще говоря, это совершенно дешевое слово. Даже, ну, относительно дешевым преобразованием можно и в модель ZFC построить модель не пойми чего, где уже появляется множество всех множеств. Ну, а так мы сразу при этом строим модель, а не описываем ее все, а не описываем все, что было аксиоматически. То есть у нас уж модель построилась, конечно, откуда бы взяться по-человечески. Так, можно, наверное, тогда сказать, да, про НС можно сказать, наверное, что такое кантеровое и строго кантерового множества, как связано и эти определенные. Мне кажется, это бегло говорил, что такое принцип кантерового. Ну, в НС, как мы помним, теорема кантера про неравномочность множества и множество всех его подножит, даже не просто про неравномочность, а про то, что множество меньше множества всех своих подножит. А теорема кантера этого НС так просто вот там с особой жестокостью гибнет. А именно имеется множество всех множеств, которые больше, чем множество всех, которые могло быть больше, чем множество всех своих подножит. А, ну, потому что множество всех его подножит в нее укладывается. Что это все Да, означает Тем не менее, мы могли бы хотеть В модели бы ходить, посмотреть множество Для которых терм-кантера продолжает Упай волняться Ну и, например, следующим образом Что если Если мощность x Разна мощности Мощности y Нет Если мощность x равна мощность И множество одноэлементов под множеством То можно сказать, что это x-кантера Ну а А что это было мощность? Ну мощность это множество Всех заморфных новостей Мы работаем в NF, поэтому можем не напрягаться По этому поводу А какой там математик Ну просто взаимно назначено Отображение То есть с ним не пар Или как-то проведение Ну в смысле Понятие Понятие взаимно назначено Отображение у нас в принципе нормально строится Независимо от того, как у нас определены пары Ну то есть там с уровнями бывают проблемы Но мы не рассматриваем само отображение Мы просто говорим, что оно существует А и в NF можно не напрягаться Можно определять просто так мощность Что это Мне непонятно, как строится Время назначено отображение Что такое назначено отображение? Ну что такое в данном случае? Ну В смысле не удовлетворяюсь Что такое пара? Нет, видите У нас есть какое-то определение пары Оно, конечно, не плоское Оно отображение учителя 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 Да, учителя учителя Нет, я не выбираю конкретное понятие пары Один из многих эквивалентов Ну или даже не эквивалентов Нам не нужна плоскость пары Да, у нас имеется расставка Можем просто взять множество В качестве понятия Что мощность множество Это множество всех Ему равномочных Но это в целом Так делать хочется, да, нельзя В NF можно В Z Этим будет В NF определить не может У меня вот эта вещь поможет Кроме того, даже более того Вот такую операцию Зачастую там Обозначаю, скажем, T Что T Это мощность Это просто мощность Некоторого Множко одноэлементных подмножеств Для какого-то Множко 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 Которая Что-то нам даёт Новое Но это особенность В NF Потому что там С одной стороны нам не надо Кучи структурных Множко Заметим Множко Потому что Даёт нам Множко 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 Ну, можно бы лучше сказать Меньше, чтобы 0 Включать А давайте посмотрим, что значит в данном случае меньшее. Меньше не стратифицированное понятие. Что значит там меньшее? Меньше м, не стратифицированное. Утверждение, что м меньше n, означает, что у нас имеется некоторое отображение. А, вы видите, где я в следующем? Если у вас множество, то, что стоит слева, мощность... Что значит, что эта мощность равна n? Это, в свою очередь, означало бы вот это вот. Ну, просто по определению с того, что такое мощность. А что это, в свою очередь, значит, зачем это плохо? Ну, заметим, что если м меньше м, то у нас имеется отображение из м внутри n. Но, опять же, вопрос, в каком смысле имеется с точки зрения вложения или с точки зрения наложения? Это, формально говоря, могло бы оказаться разным. Понятия мы не проверяли, совпадает или нет. Кажется, они чуть-чуть разные в некоторых моделях. Ну, хорошо. Отозначально, если данное отображение из м, таким образом, множество всех n должно иметь тот же самый уровень, что n. Так? Каких всех? Ну, множество всех натуральных чисел меньше, чем n, должно иметь уровень на единицу больше, чем n. Здесь заметим, что у нас имеется, что нам для того, чтобы у нас, чтобы эта формула является нестартифицированной. То есть, утверждение о том, что множество чисел меньше, чем n, принадлежит n, имеет вот здесь вот конфликт уровней. В принципе, иногда такие формулы можно доказать. Но уже видно, что нас могла бы здесь ждать какая-то неудача. Ну, дальше вопрос, естественно, о том, а вообще-то, ну, что здесь обязано существовать, а что нет. Если мы попытаемся это доказывать, ну, как мы могли бы это доказывать? Например, мы могли бы хотеть это доказывать по индукции. Ну, для того, чтобы доказывать по индукции, нам надо вот это вот утверждение записать в правильно расслоенном виде. чтобы множество, ну, у которого мы ищем минимальный элемент, вообще было, обязано было существовать. Здесь этого не ясно, как мы следим. Поэтому, вообще говоря, это как раз аксиома пересчета. Ну, а здесь это ниоткуда не следует, потому что здесь это аксиома пересчета. Хорошо, самое. Ну, и при этом можно еще за... Да, соответственно, дальше чек-либо сказать. Да, что такое... Ну, это просто кантеровость. Имеется еще понятие строго кантеровских множеств или сильно кантеровских множеств. Существует множество пар... из Y и синглтона Y для Y принадлежащих X. Ну, во-первых, заметим, что это действительно является усилением вот этого условия. Ну, почему? Потому что данное множество является изоморфизмом между якобы равномочными множествами. С другой стороны, так видно, что, вообще говоря, одно и другое, что сильная кантеровость, в принципе, не могла бы не следовать из прост кантеровости. Ну, потому что может так казаться, что все... Ну, потому что эта формула настолько не сертифицирована, на самом деле явно неправильно расслоена, что могло бы оказаться, что изоморфизм здесь и существует, но он обязан быть сложным. Так. Ну, можно в принте посмотреть, какое из этих определений что выдерживает. Кантеровость очевидным образом выдерживает что? Ну, во-первых, это выдерживает взаимоднозначное отображение, как то, так и другое. Более-менее сформулировка куда она к чёрту деться. Потому что, ну, просто вот все эти конструкции легко заменяются по изоморфизму. Дальше. Кантеровость на самом деле выдерживает даже взятие множества всех подножек. Ну, потому что оказывается, что вот эта вот равномочность, в принципе, протягивается через взятие множества всех подножек. Ну, кроме того, там, дизъюнтное объединение тоже, конечно же, никакой проблемы не создаёт. Потому что если на здесь дизъюнтное объединение, то когда у нас есть два независимых равномочности, можно просто объединить. И даже декартовое произведение кантеровых является кантеровым. Ну, опять же, потому что равномочности можно перемножить. Сильная кантеровость сохраняется при изоморфизме и сохраняется уже при любом объединении, не только не пересекающемся. Ну, и кроме того... Да, кроме того, оно сохраняется при наложении. То есть, если мы на что-то наложили сильно кантеровое, множество, то оказывается, что того, на что мы вложили, тоже можно взять вот такое множество. Но, опять же, мы просто вдоль отображения это понятим. Это вот здесь и переносит. С другой стороны, с другой стороны, если мы берём, скажем, пересечении, это вообще говорит, это is tечение кантеровских множеств, даже просто кантеровских множеств. Пересечения кантеровских множеств не обязаны быть кантеровыми. Ну, например, потому что у нас есть, что иначе бы у нас, например, из существования одного единственного бесконечного контрольного множества следовало бы сразу контроль всех конечных. Ну, понятно, потому что если у нас есть контрольного множества, то всегда можно построить два изоморфа к контрольного множества, которые пересекаются по любому меньшему количеству элементов. Но оказывается, что просто даже пересечения недостаточно. В случае, что просто пересечения может нарушать просто контрольное множество. Пересечение, разумеется, обязан сохранять сильную контрольность. Потому что просто так, как объединение. Мы берем это отображение, объединяем и не пересекаем. А дальше имеется аксиома пересчета, которая сильно... То есть, именно, утверждающая просто-напросто, что множество всех номеральных чисел сильно контрольного. Оказывается, что аксиома пересчета имеет равносильные формулировки. Она эквивалентна тому, что всеконечные контрольные. Она же эквивалентна тому, что всеконечные сильно контрольные. И она эквивалентна тому, что есть бесконечная строка кантерового. Так, ну давайте... Ну, более-менее... Ну, последние, это более-менее похоже на сегодня. Давайте докажем, что последние равносильны тому, что все конечные кантеровые, и тому, что все конечные сильные кантеровые. И там оказывается следующее. Что если все конечные кантеровые, то то, что вы говорили, tn равно n. А если, ну, по определению, более-менее, потому что если все конечные множества кантеровые, то что такое tn? Берем какое-то конечное множество, берем равномочное ему здесь множество и берем его мощность. Получаем ту же самую мощность. Ну, потому что множество всех синглтонов, всех синглтонов подмножеств равномочное исходному множеству. Поэтому, если у нас так, то вот, tn равно n на всём n. Но с другой стороны, как не смешно, отображение tx, множество пар tx и множество из одного элемента tx, это множество является множеством всегда и независимо ни от чего. Ну, видно почему, потому что здесь мы как раз, здесь у нас тоже имеется подъем на один уровень. Ну, допустим, можно сказать, что это вот. Вот такое множество является множеством. Ну, тогда заметим, что если t является тождественным отображением, то есть, если у нас есть, то тогда это же множество является сразу отображением, которое нам нужно. То есть, отображением x переходит в множество из одного элемента tx. Ну, мы можем, если всеконечные к Enterv, то автоматически у нас n сильно к Enterv. А пусть теперь у нас n сильно к Enterv докажем теперь, что всеконечные строго к Enterv, Ну, из того, что всеконечные строго к Enterv, я надеюсь, все видно, что это всеконечные к Enterv. потому что мы уже говорили не про это, а пусть она теперь м строго кантеровой, и докажутся все конечные кантеровые. Но заметим следующее, что доказательством по индукции мы можем получить, что у натуральных чисел имеется подмножество любой конечной, даже не так же, что у любого бесконечного множества имеется подмножество любой конечной мощности. И это... Тут надо проверить, ну, это легко докажутся по индукции, шахты индукции сам по себе очевидны, потому что если у нас есть подмножество мощности n и нету n плюс 1, то вообще это называется равномощностью. Это означает, что когда мы укинем эти элементы, то у нас больше ничего не остается. Вообще-то это называется равномощность. Что это просто мощность, что n это и есть размер нашего множества. Осталось только проверить, что у нас в этой индукции вообще будет корректно определенная формула. Но заметим, что корректность нам даже не придется доказывать. По следующей причине, что мы будем идти по натуральным числам, так? А если мы уже предположили, что n строго-кантерово, то у нас имеется вот так. Сейчас, я буду так не делать. Нет, нужно так не делать. Нет, давайте просто проверим корректность. Мы хотим сказать, мы хотим найти множество плохих элементов. То есть множество всех x, таких, что существует натуральное число, существует для всех y y принадлежит x, когда мы вне мощности m. Ну, это то множество, высоту которого мы хотим проверить, через отсутствие в нем элементов. Да. Ну, понятно. Если мы... Если мы... С другой стороны, мы хотим проверить, что множество натуральных n таких, что существует бесконечное x x А, нет. x x мы можем взять параметры, а после этого мы хотим рассмотреть множество всех натуральных чисел, таких, что для любого y y под множество x следовательно мощность y не равна n. О, отлично. Даже вот это форума Вот. Для доказательства по индукции нам надо, чтобы для фиксированных существовало такое вот множество. Правда? Ну, я просто... Ну, я просто написал, собственно, утверждение индукции. Это множество, не удовлетворяющее натуральных чисел, для которых не верно утверждение. Да. Но почему оно существует? Да потому что здесь привязки по уровням все, они очень слабые. У нас один раз имеется привязка, что y одного уровня с x, у нас имеется дальше привязка, что y на один уровень меньше, чем n. ну, потому что это, на самом деле, означает вот это. Таким образом, у нас привязки по уровням настолько слабые, что расслоить эту формулу никаких проблем не возникает. Таким образом, если видно, что у нас у любого бесконечного множества, то есть у любого размера, конечная подножность. Ну, а дальше мы хотим сказать, что любое подножство строгокантеровое является строгокантером. И таким образом, имеется строгокантеровское подножство любой конечной мощности. Строгокантеровое сохраняется в приземах. Поэтому, если у нас есть данная мощность хотя бы одно строгохантеровское подножность, то есть то все данные мощности строгохантеровкие. Таким образом, так как для любой конечной мощности есть хотя бы одно, строгохантеровое подножство, это значит все конечные множества строгохантеры. Таким образом, у нас это разносились трех dissler's получell 텛. Ну, понятно, что строгокантеровоесть сильная канцровость множества натуральных чисел. Ну, множество натуральных чисел сразу является бесконечным множеством, естественно. Сейчас. Да, ну, на самом деле множество натуральных чисел является бесконечным. Хотя, 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 хотя в NFU действительно надо для этого вводить отдельно аксиом. Но в NF оно просто будет гарантированно играть бесконечным, а в NFU вводить отдельно аксиом. Но так оно у нас получится, что у нас натуральных чисел будет бесконечным и является. И таким образом из аксиомного пересчета все-таки следует сильно кампировать конкретно в бесконечном обществе. с другой стороны можно, в принципе, посмотреть ослабленную аксиомов пересчета, которая говорит, что... Сейчас. А! Это говорит очень странно. ослабленная аксиома пересчета. Ну, собственно, а аксиомы пересчета среди других формулировок имеет такую замечательную формулировку, что... Ну, собственно, что Tn равно n. Потому что если натуральные числа сильнокантеровские, то, как мы уже обсуждали, в силу того, что Tn и множество... Ну, да, и множество синглтонов... И мощность множества синглтонов для множества мощности Tn это одно и то же. Или, во всяком случае, их можно поставить в изображение. Вот Tn равно n. Кажется даже, это то же самое, что множество всех меньших натуральных чисел опять же имеет мощность n. Ну, это так почему... А! Ну да! Если Tn равно n, да? Мы можем сказать, что вот мы можем рассмотреть мощность... то мы можем спросить, правда ли, что m... Правда ли, что m меньше n принадлежит Ttn? Здесь мы за счет 2t подняли ситуацию на 2 угла. А что значит поднять эту ситуацию на 2 угла? Это значит, что если эта формула стратифицирована, то мы можем рассмотреть множество натуральных чисел, не обладающих этим свойством, и по индукции проверить, что оно пусто. Таким образом, максимум пересчета, в принципе, неважно. Это, с одной стороны, опять же говорит, что Tn равно n, но, с другой стороны, это говорит, что множество всех меньших натуральных чисел имеет мощность, равную нашему натуральному числу. Но мы могли бы сказать что-нибудь более слабое, а именно сказать, например, что Tn меньше липравное. Ну, то, что больше липравное, то, что оно... Ну, грубо говоря, мы говорим, что ну уж... Ну, в каком-то смысле говорим, что для универсов множество всех на элементах подножия строго меньше. Поэтому давайте не будем утверждать, что оно точно равно, но скажем, что хотя бы это всегда меньше липравного. Ну, скажем, для натуральных чисел, так? И это, как ни смешно, означает совсем странную вещь. Это то же самое, что... Сейчас, это не обязательно, что это полный порядок. Это всего лишь фундирует. Что-то x меньше липравное фундирует. На самом деле из этого вот это следует. Не знаю. Ну, и почему так? Что значит, что это x меньше y не фундирует? Это значит, что у нас имеется некоторое... Ну, да, некоторое множество, в котором есть элемент... Ну, для каждого элемента y есть такой x, что это x меньше y. Правильно? Оказывается, что это будет противоречить тому, что tn меньше равное n. Причем противоречит по очень простой причине. Давайте в нашем множестве, которое опровергает фундирует с tx меньше y, возьмем минимальный, с точки зрения стандартного сравнения, элемент. Заметим, что если... тем не менее, существует... Вот это пусть будет, допустим, m, да? Вот это минимальный элемент. Но тем не менее у нас должно существовать k такое, что k меньше m. Но... Но! Так как k это некоторый элемент нашего множества, то m должен быть меньше k, потому что m же минимальный, правильно? сейчас, 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 сейчас... m минимальный с каким-то слоем... здесь... нет, m минимальный из нашего опровергающего фундира с нём. сейчас, но... оу... стоп... я чем-нибудь в ту сторону написал, что не dx меньше y, а x меньше чем ty, здесь было t, k было бы меньше, чем tm, а tm было бы меньше, чем tk. Да, я... не другое. Я двойственное сравнение написал. Хм, двойственное сравнение написал. Да, тогда бы мы говорили, что k меньше, чем tm, но, с другой стороны, k обязано быть больше, чем m, ну, потому что m не маленький, и поэтому мы заметим, что m меньше, чем tm, в противоречии с вот этой аксиломой, ну, значит, с половинчатой аксиломой пересчёты. Ну, да. А кто значит, что-то меньше? Что такое стандартное сравнение? Стандартное сравнение, наличие вложения. Да, имеется ещё сравнение со звёздочкой, которое означает наличие наложения. Ну, с которым мы как-то сейчас пока... Ну, да. Вот таким вот, собственно, не очень естественным, наоборот, образом могут себя вести ну, мощности vn, если не нахладывать сильное условие, ну, например, сильно кантровый стейлер, который хватит для всех практически. стейлер. Да. Ну, так вот такие специалисты. И... Но, с другой стороны, действительно, о чём полезно при этом не забывать, что, собственно, вся эта неестественность возникает исключительно... То есть, вся эта неестественность возникает на самом деле в ситуации, когда у нас... мы сравниваем... ну, множество... Мы пытаемся сравнить какими-то симметричными отношениями, ну, например, там, равномочностью, множество объектов и множество множеств от объектов. То есть, пока... То есть, вся эта... То есть, имеется, с одной стороны, забавные, в принципе, интересные... Иногда интересные соотношения по тому, как они могут или не могут соотноситься, и какие предположения из каких следов. Но, с другой стороны, если мы работаем только со множествами объектов или со множествами множеств объектов, то есть, если мы работаем в рамках того, что... одобряем вопросы теории ТИПа, то тогда у нас, конечно, получается всё легко и можно строить любые... любые множества с помощью каких-то фиксированных форм. Таким вот образом... Ну... То есть, в каком-то смысле, вот как выглядит плата за то, что мы можем забыть о проблемах, работая с отдельными... ну... на отдельных уровнях, вот чтобы... такую бесплату за... сравнивать... за этот вид сравнения между... Это ничему не противоречит, когда напишем, что у нас верна форму, в которой нельзя расставить уровень? Ага, идите! Формула, в которой нельзя расставить уровень, может быть верна или не верна, это ничему не противоречит. Управлял в другом, что если у нас формула с параметрами, в которой можно расставить... то есть, в ней можно расставить фор уровней, то мы можем сказать, что данное свойство выделяет множество, а если нельзя, то может быть выделяет, может быть не выделяет. но с другой стороны, сама верна или не верна, уже... может быть сколько угодно. Но при этом, действительно, выделить из множества, даже из множества... Эффициент приучает нас, что если у нас есть какое-нибудь свойство, даже какое-нибудь кривое, то есть, в котором нельзя расставить уровень, значит, ну там, х принадлежит х. в... из-за того, что оно тождественно ложное, но не в этом дело. Если у нас есть даже какой-нибудь свойство, даже в каком-то смысле, я думаю, а смысл из которого надо отдельно предполагать или отдельно доказывать, то мы его можем по нему выделить хотя бы из множества. Вот. Иначе это не так. А если мы в какой-нибудь формуле хотим написать, что на все времена участвовало и х, и вот это множество, которое так выделяется, которое существует по этой акцию. Но в этой формуле мы тоже не сможем представить. Какой вообще? Ну, если х сильно кантрово, то, во-первых, у нас есть сам х, а во-вторых, существует... Если у нас х... если х сильно кантрово, и этот факт у нас уже фиксирован, то мы можем рассмотреть два отдельных объекта икс и икс, и икс, икс это, собственно, доказательство синтезикаторовости икс. Ну, то есть на штаб-факт. Да, на штаб-факт. А после того, как мы рассмотрели икс отдельно, то мы можем просто, понятно, написать формулу с двумя параметрами, какими угодно это ставят. Да, и уже сбросить, да, сбросить шоку. Так что нам нужно отдельное предположение, чтобы такое множество существовало. Только оно существует, мы имеем право его обозначить за что-нибудь. Так вот. Да, если мы будем использовать то, что вот это практически множество пар такое, что тогда... Нет, 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 нет никакой пары. Мы напишем какую-то пару, где... Глядите, глядите, где-то есть то, что, грубо говоря, вы вынуждены будете делать следующее. Вы напишите формулу, что там, для любого икса и для любого множества существует некоторым образом хитро обновленное множество, а после этого скажут, но если в качестве икса и хитро и второго множества взять именно икс и множество пар, то окажется, что определенное формальное множество будет обладать следующими полезными словами. То есть, вы, грубо говоря, напишите формулу, которая обладает всегда, а после этого скажете, но в частности, если так уж случайно оказалось, что, то мы можем уже доказать, что множество заданной этой формулы обладает собой. в таком-то смысле так же, когда мы, в этом месте можно провести некоторые параллели с, не смешно, даже с тем, что у нас было основной частью курса, когда мы говорили, что если у нас есть, что мы пишем формулу, которая что-то через что-то выражает, но если уж у нас в фильтр попала некоторой точкой из частичек порядочного множества, то внезапно вся эта конструкция начинает обладать нужными нам свойствами. Так же и есть. Да, теперь можно на это попытаться решить все-таки, хотим ли мы тогда обидеть. Надо ли еще раз поотвечать на этот вопрос, и мне уже надо составить экзамен, но надо задать. Я уже начинаю ходить экзамены. Знаете, здравость людей до этого тюрьма состоит экзамен? Ну, там сейчас экзамен для первого курса заказирования, еще будет экзамен в этом не, но я это, я лично все это посмотрел, я нахожусь в некоторых подскепах, это не помню, конечно, но кажется, это не совсем безнадежно, что кажется, все-таки обозримая задача, что я собираюсь все-таки составить домашний письменный экзамен. А, и для этого достаточно длинного срока. и для того, я не знаю, я не знаю, что это может быть компанией озарить после составления экзамена? А, это как раз в районе чуть-чуть перед началом лекции, наверное, по формальному времени, обсуждали после того, как я раздал экзамен, для некоторых вопросов от того факта, что раздал экзамен, и начну отвечать на дачу. Только некогда. что что на вопросы, которые я искренне считаю, ну то есть, понятно, с одной стороны, действительно, что на вопросы, которые мне кажутся очевидными эквивалентными вопросами, и как решается первая половина такой-то задачки, я буду отвечать бесконечно уклончиво. С другой стороны, ясно, что на вопросы по тем властям, про которые я решил, что нет, про это задавать какие-либо-либо задачи безумия, я буду, с высокой вероятности, отвечать вполне себе в меру своих возможностей. Ну я, конечно, на последние две недели я не знаю, в каком состоянии университета, но есть надежда, что в какой-то момент у вас будет хорошо забота, будем готовы сдавать экзамены, будем мудрее, у нас остаются какие-то более обвинутые вопросы. Я что, я не знаю. Можно очень закончиться вас ловить. Ну, в принципе, конечно, да, в принципе, можно, я не знаю, в принципе, я могу, конечно, собрать имейл, пытаться оставить их за какое-нибудь конечное время, после чего уже сразу заслать его всем присутствующим попросить Галины Борисовны сайт. Ну, да, чтобы не было дополнительного ланды в полдня, пока, я не боюсь, найдется время уже все, что им присылали. Присылают ей, понятно, по всем суммарным, понятно, мало. Можно, тем не менее, не знаю, договориться, что с одной стороны я на этой неделе разрешил экзамен, с другой стороны договориться, тем не менее, все равно попытаться встретиться, кажется, ровно через неделю. ровно через неделю. Ну, в смысле, ну, в рамках профессиональной курса, что-то, не искать его, которые завтра. И вот это, в принципе, меня не так сложно поймать какое-нибудь другое время, это требует некоторых договориться, потому что я в последнее время вшился своего свойства, что я большую часть времени нахожусь уже в односайне. Теперь эта доля приближается скорее к третьей. Третьей это чего? Ну, там, третьей, насколько-нибудь озон был убеден. Третьей того, что было раньше, третьей от времени возраста, ну, третьей от времени вообще, третьей от чего? Нет, я бы сказал, третьей от времени, в которой все-таки не абсурдно пытаться меня ловить. Ну, типа, что я достаточно редко уже сплю в полночь, тем не менее, достаточно негативно отношусь к идеям, или чтобы меня в полночь кто-то пытаться поймать. Ну, может быть, возможно, тем, что стал называть гостя? Нет, нет, идея заключается в том, что в любом варианте идея, что, если кто бы то ни был, где бы то ни был, будет ловить в полночь, не горчай. это не может не вернуть в полночь, не вернуть Такое дело, не вернуть на письма нужно поставить. Письма иногда в том числе отвечают. Вдох, я могу это. С одной стороны, мы приходим к тому, что... Экзамен нужно составить. Даже раздать. В течение одежды. Нет, по поводу экзаменов с длинным контролем, это, конечно, знаменитый эффект. Что так известно, если длина срока на домашний экзамен превышает неделю, то в дальнейшем, при увеличении срока экзамена, производительность его решения студента, экзамен с ума интегральной, более-менее уже не меняется. Вы хотя бы до конца света же сделаете. Про конец света у меня имеется, ну правда, несколько специфических программистов на эту тему, на тему того, что вот... Игорь 2К, да, Проблема 2000, даты хранятся на паниках, с этим надо что-то делать, паника, паника, народ носится, кругами, ужасается, и все ругаются, что, ну блин, ну как же так было можно, нельзя было все-таки заложить в формат времени какой-нибудь запас, чтобы вообще времени, чтобы этого формата хватало надолго. Прошло 10 лет. Теперь мы знаем, что бывает, если все-таки заложить этот чертов запас. Да. Ну вы понимаете, там на какое наиболее часто цитируемое происхождение даты 21 декабря. Да. А вы понимаете, что это более-менее проблема на тему того, что ну просто у них закончился формат времени, размер. Да. Вот что ни делаю, все плохо. Нет, если вы хотите дать на экзамен, потому что срок порядка недели, а не порядка месяца, то лучше конечно похоже. Нет, срок порядка недели, а не порядка месяца. При этом я это более-менее схожу из-за того, что понятно, что никто это не будет реально более чем недели из этого срока, но так люди могут выбрать, с какими из экзаменами это меньше пересекается. Именно, они могут путать это недели. Да-да-да, нет-нет-нет, я из этих соображений стараюсь срокационно домать в районе. Но, тем не менее, можно, считая, что это будет, считая, что это будет за первую неделю декабря, наверное, все-таки лучше, чтобы этот срок заканчивался в декабре, сказать, что о поздний январский, а по сути февральский экзамен у них трое попыток. Я не знаю, достаточно ли курс мозговоносительный, чтобы потом... Ну ладно, это я проверю то, что будет за первую неделю декабря, и решу, достаточно ли курс мозговоносительный, чтобы можно было цинично выдать те же самые задания на второй попытке, и убедиться, что разницы никакой. Ну, формально говоря, вторая попытка относится скорее к тем, кто просто недоразобрался в декабре, или тем, кто по какой-то причине организационно не нашел времени написать в декабре. Вся эта точка зрения вам показалось, что вообще никто не может поделиться. Это заявление. Можно еще спросить, какие будут ответы на вопросы по экзамену после того, как закончится первый экзамен. И нет, вы не понимаете наши проблемы, что если на экзамене надо что-то доказать, то более-менее... Но вот более-менее одним вопросом по решению каждой задачи можно безнадежно завалить любое решение, полученное и описанным вами способом. К любому тексту, который я схожу, я заведомо смогу задать хотя бы один вопрос, ответить на который, вроде бы как, должно быть легко, если задачу честно, решить, но без шансов, если мы возводим текст. Так, кто у вас? Мы будем организовать рассылку, надеемся, что процесс сойдется с выкладыванием процесса достаточно быстро. А, в данном случае я, конечно, его выложу туда же, куда я выкладываю свои наброски. Лекции? Это записано. А куда выкладываете? Здесь, сюда. Записано. Я выкладываю на... Ну, это есть почти всю восьмую лекцию, это висит. Ну, да. Можно скачать, посмотреть, сейчас мы еще раз. А, да. А, да. А, да. А, да. А, да. Здравствуйте. Да. Я не помню. Я, по-моему, даже... Там есть... Там есть... Давай, давай. Ну, я тоже уже. Так, то есть... Можно сюда? Да. Я, наверное, выложу и туда, и по фигу, я не говори себе официальную вкладку. Но я не знаю, в принципе, я могу записать e-mail, если кто-нибудь хочет, чтобы я это послал в ходе. А, в общем, на какое время мы что-то что-то будут? Ну, у меня нет e-mail, которое мы с кем проверим. А? Понятно. Ну, мой e-mail, он, кстати. Надо бы искать, наверное. А, да, точно. А, да, точно. А, да. Здесь мы убрались. Ну, ладно. Давайте нахожусь сюда. Ладно, постарались. Постараюсь, наверное, сделать это сегодня-завтра, а там мы посмотрим, что на самом деле за место существует. Нет, я стараюсь всегда выдавать вопросы, которые сам не умеют отвечать в экзамене. Нет, я здесь искренне считаю, что, с одной стороны, если уже домашний письменный экзамен, то он не должен быть предназначен для того, чтобы его можно было прорешать на сто процентов выполнения. А, с другой стороны, способность понять, ну, все несложности вопроса, тоже полезно нам. А если прислать вам вопрос по e-mail до того, как вы получите экзамен, вы ответите на него объективно? Или нет? Объективно. А что, ожидается не объективный ответ? Да. Ну, расскажите, после того, как... В общем, это будет отличаться. Да. Они будут... Ожидается нечестность и честность. Честность это даже не везде. Это жестокость. Да, а что же? Ну, как бы так сказать, вы просто не до конца прочувствовали бы внутреннюю, настоящую жестокость правой жизни. Знаете, главное нечто расправа жизни это означает страдания? Да, дальше, не следует... По защитной стороне, это... Где, там, там, вот... Ощидается... И, там, тут... О,щидается... ...